ребят всем привет значит может быть мое видео кому-то будет полезным поэтому постарайся вкратце изложить что произошло автомобиль mazda от nz 2004 года выпуска двигатель 2 и 3 литра полный привод и так в один прекрасный вечер морозный да то есть у нас сегодня 5 5 января стоят морозы до минус 30 там 5 ночью вот машинка отказалась заводиться каким образом то есть я вышел ключ на старт щелканье рылюшек все больше ничего не происходит щелк щелк все то есть стартер не крутит что мы сделали то есть первоочередно то есть я проверил свечи проверил аккумулятор провода предохранители то есть все нормально значит проблема стартере значит что мы еще сделали загнали машинку в теплый бокс то есть добраться до него не так-то просто находится он под впускным коллектором поэтому мы постучали по корпусу ключиком да ну как бы такие методы дешевые так скажем постучали по корпусу подергали клеммы снова постучали машина завелась то есть что из этих методов стучание по корпусу или дергание клемм на самом стартере возымел успех я не знаю но в тот день я до дома доехал машину заглушил следующим утром я вышел хотел ехать на работу ключ на старт такая же ситуация щелканье рылюшек и ничего машину бросили сейчас вот она стояла пару дней во дворе при минусовой температуре до минус там 25 29 до было у нас был приобретен контрактный стартер оригинальный то есть всего за 1000 рублей попался то есть без пробега по россии значит замена его вот конкретно на этом автомобиле замена стартера это такой трудоемкий процесс так как находится он под впускным коллектором и тут варианта 3 то есть первый вариант это мы снимаем впускной коллектор и меняем то есть когда мы снимаем впускной стартер у нас вот сразу же здесь мы без проблем у меняем второй вариант это снизу но так как на улице холодина снизу заменить его не могу так как валяться в снегу не очень-то хочется и третий вариант который я высмотрел в интернете это снимаем воздушный короб и типа там доступ есть но напоминаю у меня полноприводная версия и от автомата там какой-то выступ стоит то есть у меня такого места как там допустим в такой же мазде шестерки на двухлитровой там допустим у меня такого места там нету и добраться через ну то есть по этому варианту я не могу вот то есть заменить ну вот здесь вот и сейчас я его не смог тащить куда-то на и стошку ну как бы как вариант это ну как бы крайне уже варианта поэтому что я сделал сегодня в течение дня замерз несколько раз уже да то есть я все-таки попытался стучать по корпусу до клемм самого стартера дотянуться очень сложно то есть до плюсовой клеммы но все-таки как-то и это сделал дотянулся до него все руки ободрал но пожулькал пожулькал клемму туда-обратно туда-сюда вправо-влево там зад вперед я не знаю то есть и он начал крутить значит отсюда делал вывод что просто клеммы окислились и ну как бы вот сейчас эта проблема вылезла то есть окислились клеммы на стартере и ну контакт то есть он контакт есть наверное но недостаточно чтобы крутануть стартер вот как-то так неполноценный контакт поэтому но у меня при этом при всем так как я много раз поворачивал ключ этот бензонасос там кучу бензина накачал свечи залила аккумулятор подсел соответственно вот еще один кстати лайфхак аккумулятор подсел да ну то есть подсел не сел до конца а подсел то есть я взял аккумулятор притащил домой таз с кипятком и вот туда бах 15 минут аккумулятор живёхонький параллельно выкрутил свечи все протер прокалил все это сделал аккумулятор поставил свечи вкрутил значит подергал еще раз клемму машина завелась то есть я конечно сейчас вот как ее завел я еще не глушил ее не знаю заведется ли она вторично но я обязательно попробую ну как попробуем нет собственно утром я планирую на ней ехать на работу то есть мы сейчас машина работает вот что я хочу сказать то есть если у кого-то такая же ситуация возникает в первую очередь в первую очередь смотрите клеммы значит на самом стартере либо клемма аккумулятора бывает что недостаточный ток идет из-за того что клеммы на аккумуляторе плотно не прилегают из этого ставьте не может крутануть ну и на самом стартере то есть следующее потеплеет или где-то удастся заехать в бокс надо будет подлазить снизу снимать защиту и зачищать клеммы на стартере почему я думаю что все-таки старта целый то есть он проблему меня с ним никогда не было то есть он у меня не как это называется там правильно он не выеживался то есть он не прокручивал да не трещал ничего он всегда заводил нормально то есть резко подохнуть он в принципе не может то есть были бы какие-то симптомы о том что он у меня подыхает поэтому я сто процентов уверен что это клемма поэтому если у вас у кого-то такая же ситуация возникла но я думаю что неважно какой автомобиль вот так вот резко да то есть в первую очередь проверяйте клеммы на стартере на аккумуляторы и потом уже там этом ну а стартер купил ему пусть лежит про запас то есть вот такая ситуация если кому-то видео было полезным ставьте лайк пишите комментарии всем спасибо пока